Крыша преткновения, интересов управляющей компанией, рекоператоров, подрядчиков и активистов Народного фронта. В этот дом на улице Шошина не зарастает народная тропа. Сначала из тех, кто делал капремонт, потом из тех, кто проверял его качество и, как следствие, переделывал. Народный фронт после проведенных работ нашел список нарушений. Водосточные трубы были установлены неправильно, упирались прямо в землю, а вода стекала под фундамент дома. Ограждающие конструкции на крыше были сломаны, строительный мусор не убран. Засомневались общественники и в том, обработаны ли деревянные балки на крыше специальным составом. Через год будет вся такая. Ты, конечно, понимаешь, угорайте. Если будет вся такая, угорайте и подряд на организации замените. То есть вы считаете, что сейчас все нормально, никто никого не обманывает? Нет, не то, что я считаю. Есть документальное подтверждение. Сначала активисты написали специалистам регионального оператора, затем в прокуратуру. Последние выявили нарушение, завели уголовное дело по факту мошенничества. Основанием послужил материал общенадзорной проверки, когда прокуратура установила с привлечением специалистов о том, что работы фактически по огнебиозащитной обработке выполнены не были. А деньги за них были оплачены? То есть работы были проведены только на бумаге. Год спустя балки потемнели. Есть мнение, что до следующего капремонта, а он в планах лет через 30, они не прослужат. Я вижу, что за год доска потемнела, позеленела, посинела. Этого такого не было. Если бы она была обработанная, доска, которая на этом доме находится уже 25-30 рядом, обработанная, такого вида не имеет. А доска, которая находится год, вся синяя и зеленая. Ну, я думаю, что это не случайно. Устранение нарушений на контроле прокуратуры. Уголовное дело расследуют полицейские. Активисты Народного фронта в дом обещали наведываться регулярно, пока все недочеты не будут устранены. Жители дома надеются на общественников и в проверках участия не принимают. Для них все хорошо. Крыша не течет и ладно. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.